МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России спрос на противовирусные лекарства и антибиотики вырос в разы, однако далеко не все поступают на аптечные прилавки. Скажите, а у вас суммамед есть? Нет. А левофлоксацин? Тоже нет. Тоже нет? А давно их нет? Больше недели. А почему? Нет у поставщиков. Распространенные антибиотики широкого спектра действий оказались в списке дефицитных, и это в самый пик заболеваемости. Среди причин аптечные провизоры называют далеко не стихийный потребительский спрос, а сбои в системе поставки лекарств. Все работают, возможно, с разными поставщиками, и от этого зависит и обеспеченность. Вроде бы вирусные, естественно, там бывают люди, покупают на всю семью для профилактики, там кто-то заболел, они берут, конечно, и на всю семью, им рекомендуют и врачи также. Причина дефицита введенной маркировке препаратов, обязательно маркировки, почему-то именно в период пандемии. Решение на период пандемии – это отмена однозначно, чтобы для обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами. К счастью, острый дефицит лекарств – проблема далеко не всех аптек. Фармацевты призывают население не паниковать. В случае отсутствия того или иного лекарства ему всегда найдется аналог. Правда, прежде чем купить такой препарат, необходима обязательная консультация с лечащим врачом, напоминают провизоры. Любое самолечение чревато, и это, увы, показывает практика. Люди пытаются выкупать лекарственные препараты, антибиотики, те, которые как раз-таки не назначал врач. Процесс утяжеляется, развивается пневмония, проценты поражения лёгких увеличиваются, и они уже поступают на лечение к нам в больницу в средней тяжести. В правительстве уже предпринимают меры для усиления контроля за поступлениями медикаментов в регионы. Так подписано распоряжение о создании федерального центра по лекарственному обеспечению граждан. Центр будет контролировать закупки медикаментов и прогнозировать потребность в них. В правительстве надеются, что это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв. В мытищах на предприятии «Метровагонмаш» состоялось плановое заседание руководителей организаций, членов Московского областного союза промышленников и предпринимателей. Проходило оно в онлайн-формате. К очной форме совещания было допущено лишь 12 человек. В рамках заседания заслушали доклад о деятельности организации за прошедшие юбилейные пять лет, выбрали новый состав правления и председателя союза сформировали предварительные планы на ближайшую пятилетку. Поприветствовал руководитель и первый заместитель председателя Московской областной думы. У нас, конечно, сейчас специфическая ситуация, и наша работа в Зуме это подтверждает. В целом, этот год оказался непростым для всего бизнеса, страны нашей, конечно, бизнеса Подмосковья. И, однако, в этой сложной ситуации, связанной с ограничением хозяйственной деятельности, в условиях коронавируса, выдержка нашего бизнеса, профессионализм, производителей, объединенные усилия, как органов госвласти, органов местного самопроводения, так и ваша поддержка союза работодателей, она очень важна для нас. Начисленная заработная плата в августе в Московской области была выше, чем в Российской Федерации, более чем на 13 тысяч рублей. Таким образом, союз достойно выполняет поставленные перед ним задачи. Выполнять их дальше – одно из приоритетных направлений. Сейчас в состав Московского областного союза промышленников и предпринимателей входят свыше 1700 организаций. Это корпорации, холдинги, банковские структуры, предприятия крупного, среднего и малого бизнеса. Среди них и мытищинские организации. Можно называть и наши традиционные производства, такие как метровагон МАШ ММЗ, особо-конструкторское бюро кабельной промышленности, Таркет. И такие инновационные, которые у нас сейчас появляются, это ССТ, теплые полы, очень хорошее современное производство, холодильного оборудования, которое сейчас на базе площадки средств автоматики на Олимпийском проспекте. Новое такое производство. Развивается и малый бизнес. Порядка 30% налоговых поступлений в бюджет округа заслуга небольших предприятий. И как в том числе им работать дальше, также говорили в рамках заседания. На юбилейной пятой конференции Московского областного союза промышленников и предпринимателей также произошло переизбрание председателя. Им стал генеральный директор метровагон МАШ Борис Богатырев. Волонтерское движение набирает обороты. О его значимости говорят политики самого высокого уровня. На заседании Матищинского штаба волонтерского движения отмечают лучших. Благодарственные письма Московской областной думы вручает первый заместитель председателя МОСОБОЛ Думы Никита Чаплин и председатель Совета депутатов городского округа Матищи Андрей Гореликов. Многое уже сделано, но многое еще и предстоит. Первый этап начинался еще весной. Первый этап это было оповещение, просьба к нашим жителям находиться в средствах защиты. И тогда, если вы помните, наши волонтеры обратились к нам с просьбой оказать помощь в средствах индивидуальной защиты. Мы вместе с вами, с самими нашими коллегами передали более трех тысяч масок нашим ребятам. Сегодня уже можно говорить о начале второго этапа. По данным штаба волонтеров городского округа только с 16 октября отработано 49 заявок. Привлечено 90 волонтеров. На пяти станциях дежурят по 20 человек ежедневно. Они проводят разъяснения, раздают маски. Поговорили с ребятами, с чем, с какими трудностями они сталкиваются, о чем просят люди. Все больше звонков раздается. Поэтому обращаюсь ко всеми жителям, что если вы болеете или плохо себя чувствуете, ребята готовы прийти на помощь. Ситуация складывается так, что напряженные дни еще ждут впереди. Заседания штабов волонтерских организаций проводятся еженедельно. Круг вопросов предстоит решать немалый. Сергей Берзин, Олег Степанов, Первый, Мытичинский. Отходы из Мытич после сортировки на КПО «Север» превращаются в товары. Их перерабатывают предприятия Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Владимира, Рязани, Воронежа и городов Подмосковья, которые приобретают вторсырье в интернет-магазине регионального оператора. Предприятие «РТ-Инвест» запустил собственный онлайн-маркет вторсырья. Площадка работает по принципу интернет-магазина, где представлен широкий ассортимент вторичных материальных ресурсов. На онлайн-витрине 10 различных типов полимеров, три вида черных металлов, три вида цветных, картон, бумага и стеклобой. Отсортированные на КПО «Север» отходы компания «РТ-Инвест» направляет более 30 перерабатывающим компаниям. После переработки из этих отходов делают новые игрушки, упаковки, сумки, утеплители и стройматериалы, а также другие необходимые товары народного потребления. Шины я сдаю в шиномонтаж, где с утилизацией. Мебель старую складываю рядом с помойкой. Нет, это крупно. Крупный мусор? Не знаю, машину вызывать? Все. Какие проблемы? Мы недавно выбрасывали пылесос, относили на мусорку и все. Распределяю все, как мы выбрасываем. Распределяю все. Мусорку в контейнеры специальные там есть. Ну где мусорные контейнеры? Там есть уголок небольшой для мусора крупногабаритного. Ну я так понимаю, туда я его и выбрасываю. Мегабак? Нет, не слышала. Нет. Нет? Да, что-то слышала. Честно, нет. Нет, не знаю. Вполне думаю, нужен, потому что около мусора постоянно ажиотаж со всякими диванами, какие-то плиты выносят, и как бы это не очень приемлемо. Надо, конечно. Чтобы помойки не засорять. Ну, наверное, нужно, чтобы не валялось там на мусорке большие диваны, там, гардеробы. Много домов все строятся правильно, много там квартир продаются, заезжают, ну, куда мебель делается. Если будет бесплатно, да, и вот как дополнительно это будет предоставляться, эта услуга. Мне кажется, это будет нормально. Я думаю, да, это будет очень полезно, потому что те же строительные материалы какие-нибудь, те же работники могут туда выбросить мусор, и это будет очень удобно для сортировки мусора. Как не пустить коронавирус на ваше рабочее место? Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течение дня. Откажитесь от рукопожатий, хотя бы на время. Соблюдайте дистанцию. Держите рабочее место в чистоте. Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь. Проветривайте помещение. Не ходите обедать группой. Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва. Проводите рабочее совещание удаленно. Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность. Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете. Будьте здоровы. В Матищах прошла конференция молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». В конференции приняли участие руководитель 28 вузов и СУЗов Подмосковья. Главной целью встречи стало учреждение Московского областного регионального отделения РЦО, а также открытие первого штаба. Эта конференция проходит на территории Российского университета кооперации. Мы не просто проводим здесь конференцию, но мы и создаем условия для работы будущего областного штаба студенческих отрядов. Помещение для областного штаба, оборудованное современными средственной оргтехниками и всем необходимым, мы предоставили на безвозмездной основе. То, что история подмосковного отделения начинается именно в Российском университете кооперации, не случайность. Здесь развитию студенческих отрядов всегда уделяли большое внимание. Очень много лет наш университет и многие наши филиалы работают активно в этом движении. И в этом году был реализован специальный проект студенческих трудовых отрядов и нашего университета, который называется «Кооптруд». И вот наши студенты еще до сих пор прибывают в Крыму, закрывают проект буквально через несколько дней. И мы сами в четверг-пятницу будем там находиться для того, чтобы завершить эту работу. Мы очень надеемся, что движение в нашей области будет очень активным. Оно консолидирует студенчество, направит их усилия, направит их энергию на труд, а труд он всегда созидателен. Участниками встречи стали представители не только образовательных учреждений, но и органов власти. Московскую областную думу представила депутат Линара Самединова. Она также отметила, открытие регионального отделения даст большой потенциал развития для всего студенческого движения региона. У нас на территории Подмосковья находится только 6 областных университетов, 49 колледжей. Я не говорю уже про филиальную сеть, про федеральные университеты, про подведомственные колледжи и вузы. Это огромный конгломерат молодежи, который объединить принципиально важно, чтобы жили едиными задачами, единой повесткой, чтобы были региональные этапы различных всероссийских мероприятий. И сегодняшнее событие, открытие регионального отделения студотрядов – это, можно сказать, первый, но очень важный, значительный шаг в объединении всей подмосковной областной молодежи. В ходе конференции говорили и о главных задачах нового отделения. Среди основных – развитие организации, увеличение числа ее участников, выстраивание единой системы взаимодействия с работодателями и защита интересов студентов. Напомню, российские студенческие отряды входят в число крупнейших молодежных движений Российской Федерации. В прошлом году организация отметила 60-летний юбилей. Новый отчет в истории РСО начался 16 лет назад. Сергей Берзин, Анна Мусоликина, Денис Корнев, Первый, Мытищинский. Жители городского округа Мытища могут проголосовать за лучшего врача. Сделать это можно на портале Добродел. По результатам открытого онлайн-голосования будут определены два победителя. Народный детский доктор и народный взрослый доктор. Всего от городского округа заявлено 770 врачей. Сейчас в пятерку лидеров входит врач-травматолог-ортопед Екатерина Морозова, врач-педиатр Галина Нискодубова, врач общей практики Татьяна Самсонова, врач-педиатр участковой Людмила Соломатина и врач-педиатр Евгения Король. Голосование продлится до 1 декабря. Проголосовать можно только один раз из-за одного кандидата. 250 малышей родились в Мэтичах в октябре. Девочек больше, чем мальчиков. Таковы данные Мэтичинского управления ЗАГС. Самые частые имена среди девочек София, Алиса и Катерина. Среди мальчиков Михаил, Александр, Дмитрий. В рейтинг редких имен вошли Эмиль, Кристиан, Марсель, Гордей, Адам, Амелия, Каталея, Эмилия, Лада, Доротея, Оливия. Мы спросили мэтичинцев, людей с какими редкими именами им приходилось встречать. У сына друг Сева, вот скажите, как имя? Млея, Адриана, вот Венера, есть такие странные имена. Во время первой эпидемии коронавируса у кого-то ребенка назвали ковид. Зачем давать необычные имена, если можно давать имена старые русские? Вот, например, у нас сына зовут Кирилл. Сейчас девочек Алисами называют, Стефания, вот очень часто девочки. Макаров очень много, мальчиков у нас в детском саду. Я своего ребенка, кстати, называла по принципу, чтобы в любой точке мира ее имя не менялось. Ее зовут Кристина. Ну, когда-то было необычное имя Милана, но теперь она уже как Маша. Хочу сына назвать Феликс, возможно, дочь Елизавета. А необычные – это старые какие-то русские, там, Евлампий, кто там еще? Пантелеймон. Впервые фестиваль «Чудо света» прошел на территории Петропавловской крепости. Через египетские ворота гости перемещаются во времени и попадают в XVIII век. Так, первая инсталляция симфонии изящных искусств на Петровских воротах переносит зрителей в музеи Петербурга. Перед ними предстают самые узнаваемые шедевры живописи и архитектуры. Здесь как бы собрано все воедино – и Эрмитаж, и Русский музей, и просто архитектура Петербурга, которая была начиная с XVIII века. Здесь у нас 11 сюжетов вообще, 11 инсталляций по территории Петропавловской крепости. Это может быть мечты Петропавловской крепости, её иллюзии. Длина всего маршрута – 700 метров. Здесь, на площади искусств, на фоне Терпсихор, Италии и других муз Древней Греции, в лучах света оживает балерина. «Это светодиодные панели, которые вращаются в скорости более 1000 оборотов в минут за счёт того, что человеческий глаз не видит вращения лопастей на таких больших скоростях, а улавливают только фотоны света летящего глаза. У нас как раз таки и сформировывается вот эта вот картинка». Многих зрителей впечатлил сюжет в центральной части маршрута – морской бой на Нарышкином бастионе. По замыслу художника, это несостоявшееся сражение – первый бой в акватории Невы. «Морская тематика, связанная с Петербургом, она как-то больше всего привлекла. Да, как будто несостоявшийся бой». «Мы в это поверили, правда. Очень правдоподобно и очень красочно. Спасибо за праздник. Мы очень рады, что побывали на этом шоу». «Вначале там впечатляющие тоже вот эти ворота были. Здесь тоже для детей. И в целом такой объём, масштаб. И в центре вот тоже очень впечатляюще». «Одиннадцать инсталляций, то есть не одна картина какая-то ожившая, а целая серия картин. Это очень красиво, это очень впечатляет. Спасибо большое». Фестиваль длился два дня. Зрители выстраивались в километровую очередь, чтобы попасть на территорию крепости. Эти два пассажира уже скоро первыми прокатятся на вакуумном поезде Hyperloop компании Илона Маска. Тестирование проходят на испытательном полигоне в Лас-Вегасе, где возведена трасса длиной в полкилометра. Эти вакуумные поезда в будущем должны развивать скорость самолёта. И вот первый тестовый заезд пассажиров начался. В креслах сидят сооснователь стартапа Джош Гигель и сотрудница компании Сара Лучиан. Двухместную капсулу построили специально для этого испытания. Она развела скорость в 172 километра в час. У меня всё отлично. Удивительно. Как ожидается, серийные капсулы будут вмещать до 28 пассажиров. Стоит отметить, что проект строительства трасс для вакуумных поездов пока не реализован. Однако Илон Маск пытается добиться разрешения на это у разных стран мира. Ещё один тестовый полигон построен в американском городе Хоторн. Там длина трассы составляет полтора километра. Если такие поезда успешно пройдут испытания и получат все разрешения, то смогут перевозить пассажиров со скоростью более 1200 километров в час. Лес, конечно же, это лёгкий нашей страны и всего мира. Чтобы больше было чистого воздуха, чтобы выхлопных газов было меньше, чтобы дышать было приятнее. Мы должны его беречь и сажать. Мы должны гордиться тем, что у нас такой лес будет. И все участвовать в этом. Это интересно закапывать, поливать. Ты помогаешь природе. Я вишню посадил, помню, где-то. Парк преобразился, потому что парк был в ужасном состоянии. Сейчас видно, что ухаживают за деревьями, больных растений меньше. И постоянно видно какую-то работу. Все новые районы, все засаживаются. Очень хорошо, приятно. Обожаю свой город. Обожаю. Всемирно известный балет «Тодос» — это неиссякаемый источник вдохновения для всех, кто так или иначе причастен к большому и яркому миру танца. Театр «Тодос» — это люди, которые являются примером для подражания. Ну и, конечно, теми, за кем хочется идти. Сегодня «Тодос» задает новый вектор дорожной безопасности и предлагает всем засветиться, чтобы стать заметнее на дороге. «Тодос» задает новый вектор дорожной безопасности «Тодос» — это неиссякаемый источник вдохновения для всех, «Тодос» создает большую нагрузку на иммунитет пожилых людей. Поэтому все, кто старше 60 лет, находятся в группе особого риска. Чтобы сохранить здоровье, соблюдайте несколько простых правил. Реже посещайте общественные места. Меньше пользуйтесь городским транспортом. Надевайте маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке или МФЦ. Если нужно оплатить коммунальные услуги, купить продукты или лекарства, попросите о помощи близких или вызовите социальных работников. Часто мойте руки с мылом, особенно после магазинов. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза. Запаситесь одноразовыми бумажными салфетками и закрывайте ими рот при кашле и чихании. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома. Чувствуете недомогание? Не ходите в поликлинику, вызовите врача на дом. Берегите себя и будьте здоровы! Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребенка. Что он оставит без внимания пролетающий самолет, птичку или снежинку. Ребенок следует мощному исследовательскому инстинкту. Несколько секунд и ребенок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребенка. Крепление ее непрочно, а иллюзия опоры создается. Исключите все иллюзии. Безопасность, которую вы создаете, должна быть настоящей. Не оставляйте окна настиж открытыми даже в сильную жару. Специальные замки или решетки на окнах значительно снижают степень риска. Уберите от окон предметы мебели, по которым ребенок может взобраться на подоконник. Держите закрытую балконную дверь. Никогда не оставляйте ребенка в квартире одного без присмотра. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать.